Вся страна узнала имя бесстрашной укротительницы тигров после выхода картины «Полосатый рейс». До дебютного фильма Маргарита Павловна снималась в роли дублера и исполняла сложнейшие и опаснейшие трюки в фильмах «Укротительница тигров», «Опасные тропы» и «Случай в тайге». Сегодня легенде цирка исполнилось бы 92 года. Нижегородский цирк носит имя народной артистки. Прекрасный человек. Я с ней отработал более 20 лет и работал вместе с ней, в клетку входил вместе с ней. Память о ней мы сохранили, назвав цирк. Добивались долго благодаря дирекции Нижегородского цирка, благодаря Пятине Вячеславовне, которая очень много приложила сил, чтобы цирк назвали именем Маргариты Назаровой. Еще одно памятное место в городе – это дом на улице Савнаркомовской. Здесь более 20 лет и до самой смерти проживала укротительница тигров. Причем после того, как Назарова закончила цирковую карьеру, она перестала появляться на публике, никого не пускала в гости. Через 10 лет после смерти Маргариты Назаровой на экраны выходит документальный сериал о великой укротительнице. Народный артист России Эдгар Запашный снимался в нем в роли директора цирка. Сейчас заслуженный артист страны приехал в Нижегородский цирк, чтобы снять серию для другого телевизионного проекта – легенды цирка. Сейчас в Нижегородском цирке работает еще одна выдающаяся дрессировщица – Людмила Суркова. Новая серия будет посвящена ей. Девушка, работающая с очень опасными, но очень красивыми животными, с тиграми. По-настоящему молодая, талантливая дрессировщица, обаятельная девушка. И снять передачу про нее я давно уже хотел. Мы очень рады, что Эдгард Вальторович выбрал именно наш цирк для съемки. Для нас это, в общем-то, очень ответственно. И сегодня, я думаю, получится очень интересный и симпатичный эфир. Людмила, как и Маргарита Назарова, работает животными в одиночку. Мне комфортно, я к этому стремилась. Да, очень хорошо работать вдвоем, когда у тебя есть партнер. У меня был партнер, в принципе, и сейчас он остается. Это Геерадзе, который заходил со мной в клетку, с которым мы вместе начинали работать. Но в силу того, что он в данный момент очень занятой человек, и у нас несколько коллективов, и невозможно просто совмещать все это. И он доверил мне одной, и мне одной очень комфортно. Также нам удалось узнать подробности о новом свершении братьев запашных. Многоэтажный трюк, в котором 12 артистов находятся на разной высоте и передают друг другу специальные булавы, при этом жонглируют. Цирковая комбинация претендует на попадание в книгу рекордов Гиннеса. Это будет уже четвертый рекорд братьев, который может попасть в цирковую сагу. Вот четыре рекорда, четыре наших достижения. Три цирковых, а одно не цирковое. Я уверен, что мы на этом не будем восстанавливаться. Убежден, что мы мотивируем многих других артистов на совершенствование себя, своих трюков. Так что даем некий импульс, некий толчок. Российский цирк по праву считается лучшим на планете, а наши артисты выполняют самые сложные в мире трюки. Наш Нижегородский цирк в пятерке лучше по стране. Разумеется, и потому, что в нем многие годы выступала Маргарита Назарова, которая впечатлила и воодушевила не одно поколение артистов. В настоящее же время на манеж Нижегородского цирка выступает Королевский цирк Геерадзе. Гастроль продлятся до 2 декабря. Спешите!